мы обсуждаем возраст прихода начало занятий и вот допустим в частности стал такой момент что вид спорта разные виды спорта разный временной порог каком-то возрасте вот так в каком-то возрасте так я хочу услышать некое мнение от вас вадим николаевич потому что несмотря на то что вы конечно специалист в области дзюдо самбо но все-таки у вас есть опыт вообще видение как вы здесь занимались тогда вот мы берем хоккей допустим говорится так что в хоккей придя в хоккей еще стол да придя в хоккей в 13 лет уже ничего не добьешься что в основном все кто приходит в хоккей это в 5 лет к вопросу о том я говорю что это просто рекламный ход всех принуждают к тому чтобы тянули детей в хоккей в 5 лет для того чтобы зарабатывать максимальное бабло тренеров во многих случаях особенно в хоккей фигурном катании других видов таких финансовых футболе не интересует результат есть еще художественной гимназии долгосрочной гимназии фигурное катание там вообще блин с 3 лет дети я говорю о том что это бизнес тренера зарабатывают на это да у тебя это вестибулярку человек не не уже не какая-либо ну давайте послушаем вестибулярный аппарат какой когда сроки формирования вестибулярного аппарата развития для детей владимир как можно что вы скажете можно ли придя сегодня возьмем дзюдо сегодня придя дзюдо в семнадцать лет восемнадцать никогда не занимавшись ни дзюдо ни самбо можно ли войти в состав сборной россии участвовать в олимпийских играх если есть определенный талант то можно во первых я вот и по себе говорю что в наше советское время когда приходили люди после двадцати лет начинали заниматься и становились чемпионом мира и прочее все у нас была все таки многоборная подготовка мы на улицах бегали мы в школу двигались разноплановая была работа сейчас это разные вещи но я могу поставить вопрос под сомнение вот это ранний возраст каком плане формирование организма есть определенные физиологические законы которые в определенный период там скажем формируется ловкость координация там выносливость силы то есть это есть возрастные вещи это просто тренер должен знать когда давай скажем там координацию когда давать силу когда выносливость чтобы не убить ребенка его организм это одно все эти возрастные штуки вот то что они пошли вниз это пошли в основном от запада по одной простой причине я в италии и франции там других странах разных общался они понижали этот возраст для чего чтобы например в италии и франции джидо не развалилась потому что футболисты начали брать детей там буквально с 5 лет там это только чисто выгода коверческая для того чтобы набирать детей вот не потеряешь их набирать извините перебью то есть вы когда начинали заниматься четырех лет не в то время не могли заниматься джидо потому что вы просто не было запрещение здесь его просто не было да нет его просто джидо не было то есть она в каком году пыль сам бы был почему сам бы был сам бы пришел сам бы в каком году пыль тридцать шестом сам бы ладно я не буду сам бы джидо это одно и то же это абсолютно некоторые изменить сегодня вся методика правильно вы сказали от запада пошла чем раньше возьмем чтобы этот ребенок не играл другие виды спорта на принес деньги нам федерации клубу кому угодно и я готов заниматься с двухлетнего возраста вешать лапшу родителям говори что ваш ребенок перспективный лишь бы брать деньги я соглашусь фигурное катание гимнастика всегда были молодые то есть там и вот сидит человек вот в художественную гимнастику ногой и отстегивай только отстегивай ну правильно а это везде тут так мы говорим о чем мы говорим о фигуре или бизнес во всех видах спорта которые в олимпийских и которых состоят в официальной в минкон спорте до видов спорта во всех такая ситуация то есть те виды спорта которые там не ты не выступаешь на олимпийских мэмэй там нет никакой олимпийских игр с двухлетнего возраста дети мочат друг другу по голове как угодно там чемпионаты проводят уже критерий я не проводят говорю и сейчас я говорю про деньги критерий день поэтому с пятилетнего возраста почему потому что это деньги они потому что это физиологические виды спорта где крутится большие деньги там естественно будут и требуют большие деньги за ребенка то есть потому что он потом вырастая будет зарабатывать очень мало вопрос не мой лапша на уши ты знаешь сколько хоккеиста зарабатывает я понимаю миллион зарабатывают просто можно сидеть сменки режет деньги те же ты можешь сидеть на скамейке ничего не делать у тебя в команде 25 человек там 20 человек и ты можешь просто не выходить а зарплату ты будешь получать и поэтому все хотят своих детей так вот пристроить что потому что у нас извините зарплаты есть и по 7000 рублей которые я вот сейчас получаю никто же не хочет своему ребенку зарплату 7000 рублей правильно все пытаются да он еще и будет и спортом заниматься и большие деньги зарабатывать вообще отлично там в 16 лет 16 лет в молодежке уже по миллиону они имеют не хорошо ты это они имеют потому что система такой страны а правда же физиологически но это не оправданно физиологически не оправданно никак мы говорим о здоровье на бизнес это понятно это бизнес вообще спор больших достижений это не про то что вообще не разобрал был вопрос поставлен целесообразно для брать детей нецелесообразно что это просто бизнес и человека научить вот просто простой при свод первоклассник пришел и научить там даши баране башку себя расшибешь или пришел тоже десятилетний человек который второй там попытки уже его делать вот это все время теряя вы берете эти и на бортах окей это тоже на хоккей все по-другому там нет совсем но если вы берете кардиционно а еще возьмите шахматы я не знаю там вообще можно я бы говорил про обучение техническому действию что оно есть в дзюдо что оно есть в хоккей техническое действие которому нужно обучить обучить ребенка в 5 лет или обучить ребенка в 10 лет разное время немножко нет то есть нет немножко нет я не согласен с вашей позиции что уже там невозможно обучить там не так много вещей сложных то в хоккее например у нас в борьбе кстати гораздо больше технических движений которых надо обучить скажем ребенку но борьба это что такое вы же понимаете что это единоборство это все пришло из военной тематики хоккей тоже мы говорим не вы об этом а мы говорим хоккей это не единоборство это игровой вид спорта но вы как то вот так вот да прийти и прийти вот ну я агументирую все а вот представьте например сейчас скажем это вот сейчас вот у нас футбол хоккей содержит в бюджетах области и прочее все не за счет как вот мы работаем да например а просто вам выделяют наши же налоговые деньги на футбол хоккей который в принципе особо результатов не показывает но хоккей еще показывает футбол вообще это бремя для российского спорта скажем в конце концов это перейдут как например на западе ребята зарабатывайте деньги они как у нас там в бюджет области вписывают какую-нибудь сраную команду которая вот как вы говорите сидит деньги получает а ничего не просто бегать по полю не зрители это никого нету за рубежом же клубы сами зарабатывают либо спонсоров находят вот переведите сейчас у нас в России с этим я согласен полностью и что с вами станет но и что с вами станет давайте я просто скажу что станет с футболом хоккеем ничего не станет потому что у нас президент занимается хоккей вот вы опять переводите я вам скажу давайте абстрагироваться самое большое количество занимающихся хоккей сам человек трудно спорить вы только свое мнение высказываете ну я высказываю это я так же могу сказать вы на личности не переходите я абстрактно то есть вы вы мы вы знаете я просто чё хотите вы не хотите сказать другим ничего вот чем я начинаю говорить вы начинаете нет я вас выслушаю ребят сейчас отвечу тоже друзья у меня там в бане баня салам салам алейкум ну вот мы тоже в бане да спасибо да в бане у друзей в бане ну вижу хорошо молодцы и у вас научились и у вас научились ну молодцы 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 чтобы в бане хоть стали ходить там без меня да бухари давай вечером я сейчас занят пока к сожалению обожди давай 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 потом нет я еще раз говорю я могу вообще сидеть не обижайся я сейчас говорю просто абстрагируемся ни президент ни пули вот скажем вас переводят на сам ну самим зарабатывать деньги что с вами станет вот то что сейчас и происходит я позволю вот к этому вот как от этого танцуете вы сможете создать команду содержать ее подтянуть спонсоров без Ротенбергов без Путина не знаю а вот видите не знаю я могу со знанием дела сказать в Советском Союзе я был директором футбольного клуба Ростов и я эту кашу будучи самбистом мастером международного класса потом закрывать я видел изнутри я видел какой диссонанс между теми спортивными принципами принципами здоровья которые я в себе нес и воспитывался и мои тренера воспитывали какие принципы закладывались ну не закладывались а несли себе футболисты когда футболист не получая зарплату второй месяц отказывался выходить на поле на который там покупали сотни тысяч людей билеты отказывался выходить на поле или когда там я не буду говорить черные моменты связанные с тем, что проигрывал там из-за денег и так далее. Понимаете, то есть вот это диссонанс. Почему? Потому что я видел, что в футболе, я не беру сейчас хоккей, я не знаю, но я видел, что в футболе от спорта к бизнесу намного дальше ушел футбол, чем другие виды спорта. И это было очень не во благо. По поводу финансирования. Бюджеты несли деньги, более того, заставляли всех предпринимателей области отдавать там лишние деньги, где-то провинившихся, где-то желающих что-то больше, чем другие. Отдавать деньги именно туда. И только лишь за счет этого все это дело держалось. Вот правильно говорит Владимир Николаевич. Не было бы этих денег, как нет денег у единоборств. Их нету. Никто не дает деньги единоборствам. Я когда, например, не надо было ехать на первенство мира или Европы в 90-е годы, мой тренер ходил и просил, чтобы дали деньги на билеты. То есть, нонсенс был такой. То есть, нету денег. А здесь деньги идут, и только поэтому это все существует. Поэтому... Я понял, что... Так это все понятно. Я с этим и не спорю. Вообще не раз. Мы начали с возраста. Я с этим не спорю. С этим я все это вижу. Все это... Конечно. Это бесспорно. В хоккее немножко не так. В футболе там да. Там и деньги гораздо больше крутятся. В хоккее примерно та же ситуация, но только... Чем там меньше. Ну да. Нет. Когда на хоккей никто не обращал внимания в 90-е годы, мы также выигрывали там и чемпионаты мира, ребята также боролись. Хоккей был, ну, когда еще приемцы, да, грубо говоря. У нас тогда на высоте было что? У нас был большой теннис. Потому что у нас президент занимался большим теннисом. Играл, блин, с этим... Ну да. И у нас тогда теннис был. Мы заняли первые ракетки мира. Все идти кафельниками, курниками. И же с ними. Понимаете? Потом у нас президент стал заниматься дзюдо. Маленькое замечание. Да, знаете. Я понял ваше направление, мысли. Но давайте так. Даже тот же теннис, они же денег особо все бюджет не брали. Они все эти ведущие игроки, где играли? В зарубежном, в Америке, в Афранции, в Испании. Да что вы, Торпищев только у президента каждый день был. Да, у него был все этот фонд особый, я знаю, да. Ну, он с ним вместе занимался каждый день на корт. И он брал сколько хотел денег. У него не было такого, знаете, давления по областям, по республикам, что вот надо развивать этот большой теннис. Ну, однако же развили. И появились чемпионы, и звезды появились. А сейчас на него опять перестали обращать внимание. И опять он глубокий займ. Ну, давайте вернемся к вопросу Ромы. То, что вот я бы хочу привести пример. Ром, ты его знаешь, да? Леша Котов, да? Вот у него сын Кирилл. Начинал играть в футболе. Классно играл. За каждую матч забивал по несколько голов. И он, будучи офицером Динамо, ВД, пришел в Динамоскую школу. А его не взяли. Ему сказали, заплати, Леша. Вот о чем самый главный недостаток. У вас получается... Так я с этим не использую. ...талантливых ребят, вы отсекаете деньгами. То, что вот эти вот виды спорта, почему у нас в футбол не играют? Да именно по этой простой причине. Так я наоборот говорю, именно это так и есть. Но мы начали вопрос о том, что возраст. Мы начали... Нет, нет, нет. Я сказал, что придя в футбол в 13-14 лет, ничем не занимавшись до этого, можно хорошо играть, проявить себя. Но тебя не возьмут. Почему? Потому что ты не выгоден. Им легче взять пятилетних. Потому что родители будут платить любые деньги. Им тренера вешают лапшу на уши, что он станет чемпионом в профессиональную команду. И зарабатывают, закрывая глаза на физиологию, на этапы развития ребенка, нагружая его чрезмерно. Мы это видим сегодня и в дзюдо, и в самбо, и так далее. По всем видам спорта. Да нет, пожалуйста. Чистая коммерциализация убивает все. В результате, как мы говорили, 15 лет активной спортивной деятельности, ребенок приходит в 5, заканчивает в 20. Ему ничего не нужно. Рома, сейчас ты должен раздать нам листов, движение зацесов. Есть дзюшоры, которых тебя возьмут в 13 лет. Никуда не возьмут. Пожалуйста, есть в Ивантеевку, приезжай в Лидер, занимайся в дзюшоры. Хоть в 13 лет, хоть в 20. В 20 уже нет, так как в 18 лет. В Москве не возьмут. В Москве не возьмут. У нас полно дзюшоров, это не только в Москве. Но в Москве, чтобы ты в клуб попал, ты сначала должен себя в дзюшор показать. Чтобы приехал, посмотрел кто-то на тебя и сказал, да, ты в 15 лет играешь лучше, чем твои сверстники 15-летние. В нашего парня нельзя. Не знаю, в какой причине я не знаю. Пришлось идти в дзюшор. Я не знаю, по какой. Я вот с этим не согласен, что нельзя-то я не возьмут. Тебя возьмут. В дзюшор, пожалуйста, приходи в 13 лет. Возьмут, если есть места, на тот момент, когда он приходит в 13 лет, до 3-го или 4-го года, там уже нет. Ну, понятно, что в ведущих клубах, там, Динамо, ЦСКА и Спартак, где они возьмут, естественно. Да, про дзюшора. Ну, по области возьмут. Там ведь полно места есть. И я же с иными рамами разговариваю. Я сам занимаюсь тренером, который работает вот в нашем дзюшор. Значит, там есть места. А в другой нет. А в другой нет. Естественно, потому что там тренера похуже. Там и... Ну, опять же, я... Это местечково. Нет такого. Да возьмут. Где-то возьмут там, где-то не возьмут. Где-то возьмут, где-то не возьмут. Но ты... Ну, я ему чего противоречу? Что ты придешь 13 лет, и ты дальше уже не пойдешь. Ты свои... Ты даже на уровне сельского дзюшора, там, я не знаю, где-нибудь... У нас олимпийский чемпион. Пришел в 13 лет. Я про дзюдо не спорю. Я сейчас говорю, у нас вид спорта гораздо сложнее. Технически. Ну, не согласен. Я занимался дзюдой самбо. Я вообще не соглашусь. Координационно гораздо тяжелее. Нет. Это не так. Ну, смотря на какому уровню. Да, на любому уровню. Если сравнивать одного уровня. Любое единоборство сложнее, потому что есть... Ну, понятно, что каждый кулик своя болтой. Я здесь с вами даже спорить не буду. Нет, но у нас организм должен в разных плоскостях работать. И в нем отправить вверх. А в хоккей не должен. Нет. Да нет. Да там столько нагрузки. Еще раз. Еще раз. Я занимался и сам бы дзюдо. Пойду париться. Не выдержит. В детстве. И я знаю, что сложнее. Ну, мы разговариваем. Ищем ход конем. Это все с каждым кулика. А шахматист скажет, что вот это учет. Мы обсуждаем вопрос. Кстати, сказать, я вам скажу, что в шахматах тоже идет ускорение. Берут в возраст. Уже там с трех лет начинают учить шахматы. В любом спорте. Это все только со мной целью. Получение материальной выгоды. Но с этим я не сгоджу. Получается, что... Ром, ты же говоришь, что делать или как жить.